Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о эпизоде исцеления прокаженного в Евангелии от Марка. В первой главе, в 41 стихе, Евангелист говорит такие слова. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему, хочу очистись. В первой главе Евангелия от Марка описывается несколько чудес, которые совершает Христос немедленно после крещения на берегу реки Иордан. В синагоге Капернаума он обладает властью, его слово обладает такой исцеляющей силой, которая позволяет изгнать из бесноватого человека нечистого духа. Немедленно за этим возникает другой эпизод, другой вид нечистоты. Тот нечистый дух был связан с определенным беснованием, например, это была шизофрения или какое-то другое психическое расстройство. Здесь возникает другой вид нечистоты, о котором в законе Моисея есть совершенно строгие запреты и определенные ритуалы, проказа. Это очень опасное заболевание, и поэтому его особенно боялись в народе Израиля, и против него были очень жесткие предписания и ограничения. И хочется сравнить эти два эпизода, потому что и там, и здесь произносятся некие слова. И в греческом тексте есть даже определенное созвучие между тем, как Христос нечистому духу в первом случае предписывает замолчать, и тем очистить, которое произносится во втором эпизоде. И удивительно, что в Евангелии говорится о проказе, как о некоем живом существе. Говорится о том, что проказа ушла от него. Как будто это некое существо, надзеленное свободой, волей, способное быть послушным велению Бога, что, собственно, отражает наше какое-то врожденное чувство и отношение к болезням, которые мы очень часто олицетворяем. Кроме того, в этом эпизоде есть другой элемент, который заслуживает нашего внимания. Если в случае с бесноватым Христос совершает только слово, и это слово обладает силой и неким действием, то здесь он протягивает руку и произносит слова. Но сказано, что он протягивает руку и прикасается к прокаженному. Мы видим, что в Евангелии существуют разные способы исцеления терапии, которую практикует Господь. Иногда он произносит слова, и этого достаточно для того, чтобы человек исцелился. Иногда он прикасается, например, он прикасается к теще Петра в предыдущем эпизоде. Иногда исцеление совершается посредством и того, и другого. Но этот момент, когда он прикасается к прокаженному, имеет какое-то совершенно особое звучание. К сожалению, это ускользает от нашего внимания, но в действительности этот жест однозначно вызывает шок у всех, кто это видит. Дело в том, что прокаженные — это люди неприкасаемые. К ним прикасаться нельзя. Иначе ты сам становишься нечистым в очень глубоком значении этого слова. Поэтому жест, который совершает Христос, — это абсолютно красноречивый жест. И проблема здесь совсем не в чувстве брезгливости или физического отвращения. В конце концов, это чувство легко преодолеть. Проблема в том, что этот жест нарушает предписание закона. И евангелист Марк указывает на то, что подтолкнуло Христа совершить это преступление. И здесь другие слова, на которые мы очень часто не обращаем внимания. Евангелист говорит о том, что он сжалился. Но в греческом тексте говорится гораздо сильнее. Он буквально содрогается от сострадания в глубине своей утробы. Все внутри него, все его существо, все его внутренности сжимаются, потому что чувство сострадания настолько сильно. И поэтому от этого почти физического напряжения и эмоционального напряжения вдруг проистекает некая сила, благодаря которой становится возможным любое чудо. Это вопрос о том, что вообще любое человеческое сострадание, глубокая эмпатия обладает этой исцеляющей силой, потому что именно через эту силу тоже исцеляет сам Бог. Но теперь мне хочется обратить ваше внимание к тем словам, которые произносит Христос. Он говорит «Хочу», «Я желаю этого». И фактически Христос повторяет просьбу. Он перефразирует те слова, с которыми к нему обращается прокаженный. «Если хочешь, можешь меня очистить». Поэтому слова Христа – это фактически ответ, некая реплика, отклик. Он перефразирует те же самые слова. «Хочу», «очистись». В Евангелии всегда обращают на себя внимание о том, что этот прокаженный говорит «Если хочешь, то можешь меня очистить». Он не говорит «Если хочешь» и «Если можешь», потому что тогда эти бы слова имели немножко другое звучание. Дело в том, что уже в Ветхом Завете очень жестко предписано «Не искушайте Господа Бога вашего». Это те слова, которыми Христос в пустыне парирует искуситель. То, что нельзя ни в коем случае приступать, нельзя подвергать Бога искушение, нельзя его испытывать, пытаться измерить пределы его всемогущества, на что он способен, на что он не способен. Поэтому, если бы он сказал «Если ты можешь», то это было бы именно этим самым искушением. Но, тем не менее, в этих словах есть некая другая сила, которая воспринимается нами как провокация. Фактически, этот прокаженный, человек неприкасаемый, человек отвергнутый обществом, бросает Богу вызов. И вот здесь содержится очень интересная динамика, как Бог относится к тем, кто бросает ему вызов. Бога нельзя искушать, это ему однозначно неприятно. Тот, кто сомневается в его всемогуществе, однозначно неприятен Богу. Но, напротив, мы видим, насколько ему дороги и приятны те, кто ожидает помощи от Бога, бросая вызов, как сын может вызвать своей любовью отца, проявить некую помощь и оказать милость. В другие моменты в Евангелии мы видим, для того, чтобы Христу совершить чудо, ему необходима вера, доверие, уверенность, которые были бы противоположностью этому вызову. Но здесь совершенно другое дело. Итак, ты можешь, но если ты хочешь. И это совершенно правильный шаг, потому что такая форма провокации оставляет за Христом полную свободу. На нее можно не прореагировать, но ее можно принять, и это не будет для тебя унизительным. Поэтому Христос принимает этот вызов для того, чтобы проявить всю безбрежность божественной благодати. В псалмах говорится, помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Это нечто созвучное тому вызову, который бросает прокаженный. В другой раз псалмопевец дерзает еще на большее. Он кричит к Богу, проснись, восстань, что спишь, Господи, пробудись. Не от ринь нас навсегда. И нечто подобное, созвучное мы видим в этом эпизоде, которое приводит в действие какие-то таинственные механизмы божественной силы, всемогущества, для того, чтобы человек по-настоящему очистился, обрел свою цельность, свое здоровье, свое спасение. И Бог не воспринимает никогда слова дерзновенной молитвы, как оскорбление или вызов. Он никогда не отвергает людей, которые не стесняются его беспокоить криком о помощи. И для нас это с вами замечательный урок того, что такое молитва, и особенно молитва прошения. На портале к Загиатру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.